всем привет мои хорошие начинаю новый влог сейчас пол 11 дня в общем я накрасилась потому что надо идти на почту получать посылку ну конечно погода не шепчет сейчас покажу вам у нас уже третий день дождь но сейчас вроде как его нету но как вы видите лужи стоят грязь ничего как-нибудь дойдем не так уж далеко все три дня сижу на таблетках и ночью вставала пила таблетку не знаю то ли меня застудило то ли что у меня помимо головы и в общем еще и зуб болит так что такие дела висят на мне несколько видео я уже не знаю когда я соберусь их сниму но попробую сегодня снять про блогеров обещанное видео которое все до которого все никак руки не дойдут но у меня есть уважительные причины у меня а был праздник у коленьки у моего поэтому в общем-то было не до снятия видео кстати как вы думаете пойдет мне каре это у меня настолько челка отросла но вообще я скорее было и много раз и мне каре очень классно идет точно так же как и длинные волосы но можно было бы каре вот как он называется удлиненная то есть чтобы здесь прядь была длиннее сзади короче но я не буду резать волосы вы не подумайте просто вот представьте меня скорее тоже будет очень даже здорово называется кому на руси жить хорошо морда под батареей и лежит загорает красота моя маруся ой что такое скажи что надо да наелась брюшко набила и спит не нравится и что я и потревожила хвостом болтает да красота смотрите какое небо красиво и вот идет полоска смотрите как будто бы тропа дорожка такая очень красиво и небо прямо кайфовая красота смотреть сейчас смотрю видео оксаны булат не могу не сказать в общем мне как-то девочки советовали помочь в этом году или знаете я как-то что-то заходила на ее канал ну не пошло мне но я подписалась на нее и я вам наверное вслед ну в общем ближайшем видео сниму рассказ о блогерах которые попались мне этим летом то есть большинство на большинство блогеров я была подписана но я их не смотрела именно про этих блогеров я буду ведь вести речь потому что очень многие мне понравились и в том числе оксана булат который я сразу отнеслась ну не то чтобы к ней ну вообще просто мне не пошли видео да скажем так но летом посмотрев как она отстаивала свои права в магните она меня очень заинтересовала как личность и сейчас вот поэтому не могу не сказать какое у меня вообще недоумение вызывает вот это вот действительно вся несправедливость беззаконие ну вот сейчас на смотри ее видео в общем как она на рынке просит сертификат на икру и в общем тут по ходу разыграется целый эпопея потому что видео длится 45 минут оксана молодец она может вызывать восхищение но знаете я конечно я не такой человек я не люблю спорить хотя бы знаете как мне сказал однажды человек о том что но я говорю что я вот не люблю вот это спорить что-то выяснять отношения даже с теми же самим продавцами да потому что говорю мне потом вот как-то плоховато на душе это все говорю нервы трепятся на что мне один человек сказал замечательную фразу а нужно уже научиться отстаивать свои права так чтобы не трепались не нервы не здоровье не душа то есть нужно относиться к этому очень спокойно но если ты знаешь что правда на твоей стороне нужно ее отстаивать и вот мне прямо и оксана яркий тому пример ну по крайней мере я только начала смотреть видео это видео когда вот она магните свои права отстаивала я не видела вообще с ее стороны агрессии какого-то неадекватного поведения грубости хамского крика вообще ничего нет она совершенно логически спокойно умно настойчиво отстаивает свои права и для многих я думаю ее видео такого плана будут показательны чтобы мы тоже не позволяли обвивать себя вокруг пальцы и учились разговаривать спокойно нормально отстаивать свои права ну в общем у меня это как это взбудоражило ее прям видео я сейчас буду готовить на кухне и вот обязательно буду слушать видео чем же все-таки это закончится потому что по всей видимости здесь даже будут вызывать полицию у оксаны булат несколько детей ну я на самом деле видео и и смотрю не часто но она такая вы знаете мне кажется женщина она очень волевая ну ладно это уже в отдельном видео о тех блогерах которых я открыла этим летом который мне очень нравится которых я сейчас смотрю так что пойду смотреть кстати хочу с вами побалт побалтулить немножечко совсем рассказать вам на тему знаете чего когда в смоленске была ну смоленске городской транспорт это в основном маршрутки и я так поняла что этих маршруток разные хозяева и получается как бы у водителя между собой идет борьба конкуренция да за пассажиров побольше отвезти побольше там заработать и все такое ну и как правило это стресс это стресс для организма для психики в первую очередь и конечно же как следствие идет у этих водителей раздражительность раздражение злость недовольство и в общем основном это молодые парни ну я не знаю от 20 до 35 до 40 может быть вот и знаете заметила во первых что езда у них абсолютно ужасная то есть они хотят побыстрее побыстрее попасть на остановку быстрее чем конкурент и из-за этого очень сильная тряска то есть например я захожу с коли маршрутку в эту газель и я еще не успею дойти сесть он трогается причем быстро резко и в общем и я чуть ли с коли не падаю и так практически 90 процентов случаев я если честно ну как-то сначала этому не придавала значения потом все больше я начала замечать и наблюдать блин думаю что такое это потом уже когда нас с коли отвозили москву наш хороший знакомый это он уже потом нам рассказал почему такая езда и вообще лишь почему них так такая раздражительность и в общем произошла однажды ситуация ну я говорю просто такой бред в общем мы с коли заходим маршрутку получается прям сразу первое сиденье за водителем я коли посадила и в общем сама стою потому что там женщина в общем стоял неудобно было просто пролезть но думаю ладно сейчас женщина немножко подвинется я тогда это сяду коли и в общем получается я стою между водителем и между парня который подает деньги парень просовывает руку подает деньги и я немножко так наклонилась то есть я ему помешала получается помешала я водителю который протягивала руку и как бы попала в меня я говорю ой ну такая ерунда ну просто такая мелочь я к этому вообще со смехом до отнеслась на что водитель девушка до сядьте вы уже наконец грубо резко я говорю до сяду конечно же вот сядьте и типа мешаете я говорю да ничего говорю страшного не произошло то есть я так знаете улыбчиво мило спокойно потому что я могу разговаривать очень мило с людьми и вы представляете на что он мне вообще типа дома типа сидите ну в общем я говорю ну говорю а вы дома раздражаетесь я говорю не надо раздражаться на посторонних людей и вы знаете я что заметила когда разговариваешь с раздражительными людьми спокойно быстрее улаживается конфликт поэтому лучше решать конфликты какое-то раздражение такими способами мило спокойно ответил и все и после моей фразы он замолчал вообще ему не нашлось что сказать потому что я человеку ответила по факту но я не грубила были мои случаи моей жизни случаи когда я не то чтобы я переходила на грубость но ну например ситуация с кондиционером когда я зашла в магазин и там прям настолько дует у меня ребенок потом заболел я там девочка молоденькая работала я грудь девушка ну дует же сильно горю на улице 30 к вам заходишь очень холодно она по температуре я посмотрела у них нормально кондиционер но он прям дует зал то есть надо что-то как-то либо место расположения поменять либо действительно температуру до немножко повысить и в общем она мне нагрубила я говорю ну-ка говорю давайте мне тогда хозяина номер телефона или это все она отказалась на хамила мне я потом вечером пришла выяснять отношения и стала все их сертификаты снимать на видео фотографировать у них там как раз ведется видеосъемка то есть по углам камеры стоят и видимо хозяйка это увидела или что в итоге девочка мне это потом дала номер хозяйки я с ней созвонилась хозяйка дико передо мной извинялась 150 раз говорит о том что репутацию магазина очень хорошая но продавщица действительно повела себя очень некрасиво она могла бы просто кондиционер действительно или выключить на время пребывания ребенка или как-то повысить ну в общем а покупатель всегда прав но знаете это не то самодурство да когда перед покупателем стелишься это уже конечно ужасно некрасиво знаете когда приходит в продуктовый магазин мужик давайте мне это давайте мне то начинают кричать давайте быстрее и вообще что вы мне ерунду кладете это конечно уже некрасиво но когда действительно тебе некомфортно находиться в магазине ты вправе заявить об этом и тогда вот я к чему все это вам рассказываю и тогда в этой ситуации я повела себя несколько грубо потому что я тоже разговаривала соответственно также как она на ее языке я только потом поняла что никогда не надо опускаться как бы кто что он на вас не говорил как бы кто на вас не кричал конечно это задевает нашу гордыню нашу гордость но если человек внутри стремится к чистоте и стремится к очищению себя и к избавлению от греха нужно всегда уважать оппонента кем бы он ни был потому что уважать нужно абсолютно каждого человека вне зависимости от его социального положения от его возраста статуса и так далее и никогда не приходить на личности то есть уметь отстаивать свои права и уметь отвечать человеку на его грубость воспитана тихо спокойно и по делу и как я заметила и действительно успокаивают людей они замолкают то есть получается конфликт все он закрывается но скандалы конечно у нас большинство населения любит по скандалить в общем как то так это вот я сейчас оксана смотрелась поэтому молодец она конечно поэтому в лишний раз убеждаю что что все диалоги нужно вести разумно мы люди знаете в конфликте извините можно и убить человека и прыгнуть его ножом и что-то плохое ему сказать унизить его словесно мы люди мы должны стремиться к очищению они к зверству мы же не хотим после смерти телесной гореть в аду чтобы наша душа горела ну в общем это уже вопрос каждого но в любом случае мы должны оставаться людьми хотя бы для себя чтобы потом не испытывать угрызение и чувство недовольства собой потому что совесть все равно не обманешь и не проведешь как же мне понравился вот этот вот френч пресс который я покупала в гала марте всего за 89 рублей там еще был черный и фикс прайсе точно такой же черный стоит 99 это не пластик это жаропрочное стекло она кажется с первого взгляда пластиком но во первых это можно по тяжести понять ну вот даже когда он пустой если бы это был пластик он бы был совсем легкий и написано на упаковке жаропрочное стекло очень классно ничего не проходит здесь вот внизу видите такой в общем пресс собственно под которыми находятся листочки ничего не выскакивает ну я надеюсь он долго прослужит ничего с ним не случится но если что можно купить другой и на камеру вам по моему синий идет на самом деле это фиолетовый цвет очень классно очень удобно и вот я например такой чайничек завариваю это даже видите не полный мне хватает дня на два ну во первых больше нельзя в идеале то конечно заваривать надо каждый день потому что а через несколько часов вот в такой вот заварке начинают выделяться какие-то яды поэтому рекомендуют даже несколько раз в день чайник заваривать ну конечно кто так будет делать если только до пакетики тогда уж и вот на два дня мне такого чайника при всем при том что чай я пью в больших количествах мне хватает заваривается хорошо чем крупнее листья тем меньше надо брать заварки ну в общем я думаю все знают что я вам рассказываю классная штукенция поэтому у кого там есть галамарт или фикс прайс покупайте смело чайник хороший и красивый вышли из подъезда сколько мы два дня не выходили столько листьев она падала прям вообще на улице тепло хорошо сняла берет распустила косу свою думала на улице холодно еще замерзнет голова точнее оказывается не так не так все плохо не очень красиво на улице если под ноги не смотреть вообще великолепно потому что под ногами грязь какие краски мокро посмотрите как у меня коленька нарисовал рисунок колен кто это человечек веселенький говорит коля молодец ты сам придумал ты ж моя золото молодец улыбочка молодец ручки и глазки и ножки еще да класс офис мегафона работает в 9 утра время 11 час а может быть даже 11 закрыт стоим ждем да не смотрите на мое лицо у меня жуткие головные боли и сейчас пойду покупать сильные таблетки китарол потому что обычно меня уже вообще просто никак не берут и у меня недосып в общем поэтому не так ужасный вид да как все-таки сильная физическая боль сказывается на внешности я вот как-то знаете об этом никогда не задумывалась